Москва, Останкино, Якубовичу. Этих трех слов было достаточно, чтобы до ведущего капитал-шоу Поле чудес доходили мешки писем. Леонид Аркадьевич не видел ни одного выпуска программы, которая выходит в эфир с 1991 года. Свою роль он считает второстепенной, призванной вершить главную цель – настроение. И термин «популярность» ему не нравится, правильнее говорить, узнаваемость. С первой женой Галиной Антонова Якубович вырастил сына Артема, юноша тяжело пережил развод родителей и позднее взял фамилию матери. Наследник знаменитости, получил высшее экономическое образование в академии внешней торговли, но гены победили. Мужчина работает на телевидении, Артем знает два иностранных языка, имеет черный пояс по карате, подарил отцу – внучку Софию. Через два года после появления девочки Леонид снова стал отцом. Дочь Варвару родила вторая супруга Марина Видом. Варя – тоже полиглот, выучилась на лингвиста, увлекается верховой ездой, личную жизнь. Глава семейства не стремится выставлять на показ фотографии близких. В Инстаграме нет. Собственно, и страниц завел не сам Якубович, а его концертный директор. В начале 90-х годов Леонид, благодаря другу Юрию Николаеву, увлекся пилотированием самолетов, окончил авиационное училище и получил лицензию. Как второй пилот может управлять вертолетом? О том, сколько ему лет, телеведущему напоминает три стента в сердце. Но расставаться с небом он не намерен. Даже в гастрольном райдере главное требование – наличие аэроклуба. У звезды есть множество других хобби, горные лыжи и преферанс, кулинария и нумизматика, автогонки на сафари и коллекционирование справочников. На пресловутый вопрос об усах Якубович отвечать еще не устал, но теперь по большей части отшучивается. Говорит, это семейная традиция, доставшаяся от дедушки и, как ни странно, бабушки, без усов, ставших символом. Пуля чудес его не представляет. Контракт с Первым каналом запрещает телеведущему их сберевать. А вам нравится этот ведущий? Пишите свои мысли в комментариях.